...на фронте. Вот я, например, сейчас тоже, наверное, привязалась бы и пошла бы. А что мне делать, скажите? Вот что? Это действительно были чеченцы. Это были чеченские юноши и девушки. Дело не в том, кто они были. Это же, по-моему, всегда мы не отказывались, да? Мы не говорили, что они не являются чеченцами. Это вот то потерянное поколение войны, да? Которое уже на протяжении 10 лет просто выросло на войне. Вот они были, вот это яркие представители этого поколения были в области. Вот он какой шок. Долой войну в Чечне! Долой войну в Чечне! Долой войну в Чечне! У меня сестра там. У меня там жена. Я был в Норд-Осте. Я когда подъезжал к Норд-Осту, я был удивлен одной вещью. Вот Норд-Ост. 800 человек, да, в заложниках. Захватили его. Стоят машины, автобусы перекрыты. Ровно 100 метров Норд-Оста люди ходили, пили, смеялись, гуляли. И наплевать на было, что там произойдет с 800 человек, которые находятся там внутри. Наплевать. Нормально здоровое общество. Хотя бы стали бы там со свечками и просили бы Всевышнего Бога, кто Аллаха, кто там своего Бога, просил бы, чтобы этих людей сохранить. Ни одной души не стало. Ребята, ну не оставляйте нас шанс. Если можно это сделать. По-моему, наши человеки начали что-то делать. По-моему, есть желание, чтобы мы отсюда живыми не вышли и таким образом эту ситуацию закончить. Ребята, ну я умоляю. Я не знаю. Мы видим, мы чувствуем, мы дышим в тряске. Мы дышим в тряске. Что-то делают наши. Ай! Все, пожалуйста. Вы не слышите? Мы как-то все четверты идем на отдых. Ну это начали наши на самом деле. Я не знаю. Я сижу мордой. Я в спину. Я не знаю там. Господи. Господи. Мы только что сидели, да, смотрели НТВ и радовались. Это началось извне, да. Ведь мы такое решение приняло наше правительство. Чтобы мы все оттуда живым не вышли. Мы постараемся. Сейчас все закончилось, но они штурмовали, наверное, минут 50. С лишним, даже больше.